Субтитры подогнал «Симон» 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 привело к тлению естества, то есть воля его повредилась, воля его стала такой, которая без Бога, которая даже против Бога. Кто самой не собирает, тот расточает. И что происходит во Христе, Евсиманское моление, мы помним, «Отче, да минует меня, чаша сия, но, впрочем, не моя воля, а твоя, Отче, да будет». Это точная антитеза тому, как поступил Адам первый. Вот Христос восстанавливает все покривившееся, искаженное в человеке, в этом Богоплощении. И говорят святые отцы, нетление воли во Христе привело к нетлению естества, его человеческого, обоженного. И вот потому совершается воскресенье. Телесно мы говорим не только о бессмертии души, о бессмертии духа. Мы говорим о том, что будет восстановление. Конечно, братья и сестры, мы уже много для себя почерпнуть, и к этому призываемся всегда. И читать священное писание, Евангелие, и, конечно, святых отцов. Потому что наша мысль, она, мы знаем, в святое место пусто не бывает. Может начать двигаться так, что нас это приведет либо в страну далечия, в смысле понимания жизни, либо вообще мы можем заблудиться, как говорят трех соснов, потерять себя, потеряв свою веру. Когда мы напитываем свой ум знанием веры, тогда нам легче устоять в искушении. Это не исчерпывает, но является важной частью. Почему святые отцы, когда боролись с ересью Ария, и, по сути, утверждали как раз, что первое, что пошатнулось, было повреждено в бою, это ум человеческий. И далее воспоследовало уже действие воли и, собственно, всецелое падение человека. Это грехопадение. Вот наш ум, если он окажется уязвенным, если он будет как бы отравлен, если на него найдет вот эта тьма века сего, то так легко он далее уже пойти путем ошибочным, как, собственно, грех и является движением мимо истинного вот этого пути, которым сам Бог является. Я есть путь, истина и жизнь, говорит нам Господь. Вот и мы молимся за ритургию, о добром ответе на страшном судьище Христа. Вот это важно понимать. Не с тем, чтобы жить как под домоклым мечом, как порой думают безвожные люди, что верующие постоянно как бы затравлен. Сколько раз говорится о радости, и мы это слышим в пасхальном песнопении, в Евангелии постоянно радуйся, благодатная, с тобою Господь. Радуйтесь, и постоянно это благая ресть. Вот наше сердце, как у Луки и Клеопы по дороге Мэмаус, встретивших воскресшего Христа, сердце должно гореть, как и они сказали о себе. Не горело ли сердце наше, когда он разговаривал с нами? Пускай будет брак, полярная ночь, иного рода ночь тех мероправителей тьмы века сего, как об этом для апостола Павел, посланник Ефейсиным. Мы должны помнить, что нас вожжен благодатный огонь, не только тот, который его приносится с гроба Господня, когда Великую Субботу сходит по молитвам православного патриарха Иерусалимского. Но благодатный огонь, святые это всегда подчеркивали, Таинство Евхаристии, теснейшее соединение с Богом. Кто будет есть тело моей пить кровное, в том я пребываю, и тот во мне, что может быть больше. Это драгоценнейшее сокровище нашей веры. Поэтому так важно любую возможность, когда мы можем начиститься, мы должны начиститься. Это нам дает силу Божию и, по сути, единство жизни с самим Богом. Всех еще раз спасу Христовой, с нашей молитвой, тех, кто может быть лишен возможности быть в храмах, непростые времена, гонения на христиан. На многих странах мы это с болью проживаем, мы молимся, насколько возможно, понимая, что времена лукавы суть, но не бойтесь убивающих тела, души же не могущих повредить. Это говорит Господь, и в этом наше упование. Мужайтесь, я победил мир, говорит Господь. Поэтому мы с Христом укрепляемся, и победоносное наше возглашение, что Христос воскресе пусть не покидает нас никогда. Христос воскресе! Во истинно воскресе! Христос воскресе! Во истинно воскресе! Христос воскресе! Во истинно воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok